Привет! Я Ира, или гид в шляпе. Сегодня я бы хотела поговорить о таком явлении в Санкт-Петербурге, как египтомания. Петербург египетский, вот тема сегодняшнего видео. Что в принципе означает египтомания? Это увлеченность древнеегипетскими письменностью и культурой, архитектурой и одеждой. Здесь подразумевается увлеченность именно древним Египтом. Началась она еще в конце 18 века. Тогда на территории Италии нашли памятники древнего Египта. Но расцвет этого движения начался в эпоху романтизма, во времена похода Наполеона в Египет. Это 1798-1799 годы. Тогда европейцам удалось воочию, своими глазами, то есть увидеть артефакты древнего Египта. Они были под впечатлением. По итогам этого похода издали описание Египта. И вся аристократическая Европа читала его и была под впечатлением. Вот отсюда и началась мода на все египетское в Европе в то время. В 1822 году Шампальон, французский исследователь-востоковед и основатель египтологии, расшифровывает розетский камень. Отсюда возник спрос на нео-египетский стиль в архитектуре и культуре, в предметах быта и даже в одежде. Как, кстати, ранее в моде был стиль шинуазри, то есть китайщина. Это увлечение мотивами средневекового китайского искусства. Так вот, египтомания охватила несколько стран Западной Европы. Ну, в частности, Италию, Испанию, Францию, но в том числе и Российскую империю. И в особенности этот стиль получил широкое распространение именно здесь, в Санкт-Петербурге, во времена правления Александра I, а позже Николая I. В 1826 году открывают мост, который впоследствии получил название Египетский, а чуть позже Египетские ворота на въезде в Царское село. Но обо всем по порядку. Расскажу о нескольких египетских местах в нашем городе. Мы находимся с вами на Египетском мосту. Он перекинут через реку Фонтанку. Когда его только проектировали и строили, его назвали Большой цепной мост. Название Египетский он получил несколько позже. Было важно построить мост именно в этом месте реки, потому что имелся большой разрыв от Измайловского моста с той стороны и Старокалинкина с другой стороны. Металлические конструкции для этого моста изготавливали на заводе Берда. И не просто изготавливали, а испытывали на прочность специальной машиной. Там же изготовили, то есть отлили и фигуры сфинксов. Пьедесталы изготовили в Петрозаводске. Здесь в 1826 году открыли этот мост торжественно при большом скоплении народу. Изначально этот мост имел несколько иной вид, но при этом был очень богато украшен в египетском стиле. Фриз, карниз и опоры моста были украшены египетской тематикой. Имелось изображение бога Ра в виде крылатого солнца. Некоторые элементы моста были покрыты сусальным золотом. Вот в таком виде мост прослужил около 80 лет. И за это время его неоднократно ремонтировали. Но в 1905 году произошло событие. Двигался эскадрон гвардейской кавалерии с одной стороны, а с другой стороны ехало 11 саней. Дело было зимой. И вот в этот момент движения опоры моста не выдержали. И он рухнул на лед фонтанке. Человеческих жертв, к счастью, не было. Но тогда пострадало три лошади. Чтобы расследовать причины обрушения моста, была создана специальная комиссия Государственной Думы. В результате расследования они пришли к выводу, что причиной было некачественное железо, которое использовали для опор моста. Ну, естественно, не обошлось без мистики. В начале 20 века здесь ходила в народе байка, что рядом жила некая Мария Ильинична Ратнер. И ей очень докучали толпы народу, постоянно проходившие здесь кавалеристы. В один прекрасный момент, разозлившись, она в сердцах воскликнула, что вам всем провалиться. И ее желание сбылось. Теперь мысленно перенесемся в город Пушкин. Здесь, в Екатерининском парке, есть пирамида. Построена была она, правда, немного раньше волны египтомании в Петербурге во время правления Екатерины II по проекту Ниелова. По форме она, естественно, напоминает древние мавзолеи в Египте. И находится вдали парка, в стороне от главных дорожек. Здесь, по приказу Екатерины II, были похоронены ее любимые собачки, левредки Зимира, Дюшес и Том Андерсон. Даже были установлены мраморные таблички с именами этих собачек. Правда, впоследствии их утратили. Имеется небольшой мистический вопрос, связанный с этой пирамидой. Первоначальное строение через несколько лет разобрали до основания, а чуть позже под руководством Камерона отстроили заново, точно так же. И вот вопрос, почему они это сделали, до сих пор остается открытым. Одной из достопримечательностей города Пушкин являются египетские ворота. Другое у них название – Кузьминские. Они были построены в правлении Николая I в модном тогда египетском стиле. И, кстати, в правлении именно этого монарха были построены вторые по счету Нарские триумфальные ворота и Московские триумфальные ворота. Функция египетских ворот была очевидна. Украшать парадный въезд в Царское село. Там имелись даже караульные башни или кардигарди, в которых можно было жить. Сооружение египетских ворот было символичным для Николая I. Это была благодарность своему брату Александру I за то, что он победил в войне с Наполеоном. Ворота украшают 30 сцен из мифологии Древнего Египта. И они повторяются. Части ворот были изготовлены из чугуна, привезены на это место. И там их уже собрали как конструктор. Вопрос о воротах как о жилых. Сохранились воспоминания одного очевидца. До 1985 года в воротах проживал Валерий Валерьевич Игнатов. Он работал сторожем в сельхозинституте, который расположен недалеко от ворот. И жил один. В правой башне ворот, причем на вполне законных основаниях. И прописка у него была забавная. Город Пушкин, деревня Большое Кузьмино и египетские ворота. Внутри ворот вполне комфортно. На первом этаже прихожая и туалет. На втором крохотная кухня и комнатушка 7-8 метров. На третьем хорошая комната 10-12 метров. Для одного жильца более чем достаточно. Отопление печное, правда нет водопровода. И воду приходилось носить из колонки через дорогу метров 150. В 1985 году Валерий Валерьевич умер. И ворота с тех пор необитаемые. Здесь на набережной Невы, возле Академии художеств, пожалуй, самый известный памятник египтомании у нас в городе. Это сфинксы фараона Аминхотепа III. Собственно, что такое сфинкс? Это мифическое чудовище антропозоаморфное с головой человека и телом льва. Конкретно эти сфинксы были сделаны в 14 веке до нашей эры. Созданы они из асуанского розового гранита и каждый весит по 23 тонны. У них должны быть бороды, но они были отбиты еще в древности. А вот лицо – это портретное изображение фараона Аминхотепа III. Причем исследователи утверждают, что это максимально точное его изображение вот именно здесь у нас в нашем городе. По периметру под ними иероглификой надписи – это перечисление титулов фараона. Причем считается, что это краткое перечисление титулов. Можно себе представить, какое количество на самом деле их у него было. Вопрос с тем, как сфинксы попали в наш город, уже более-менее очевиден. После наполеоновских войн и начавшейся волны гептомании в Европе и в Российской империи у многих авантюристов и исследователей появилось сильное желание добыть экзотические сокровища древности. И вот один из таких – Яни Сатанази из Греции. Он их обнаружил, а чуть позже их осмотрел уже упоминавшийся мной Шампальон. Он их хотел купить, но не нашел достаточно средств. Позже другой исследователь и путешественник Андрей Муравьев предложил русскому послу передать информацию о покупке, предложить купить императору Николаю Первому. Пока шла информация и все бюрократические согласования, нашелся другой покупатель. И сфинксов продали во Францию. Но там как раз в тот момент началась Вторая Французская революция, и сделка была аннулирована. Тогда вернулись к российскому покупателю. Сфинксов купили и доставили сюда, в Санкт-Петербург. Набережную в этом месте было поручено создать Константину Тону. Это тот, который, например, создал Московский вокзал в Петербурге и Ленинградский вокзал нынешний в Москве. Он создал хороший проект, но по этому проекту на пьедесталах здесь должны были стоять кони Клотта. И даже сохранился этот эскиз проекта. Но он был очень дорогостоящий, и было принято решение коней Клотта заменить сфинксами. Пока здесь шли строительные работы, сфинксы стояли во дворе Академии Художества. А потом здесь их установили на этих пьедесталах. Конечно, горожане поначалу не принимали подобную скульптуру. Они считали сфинксов зловещими и сторонились этого места. Но эти легенды давно в прошлом. А есть такие, которые до сих пор ходят в народе. Ну, например, сфинксы являются хранителями берегов Невы, сторожат ее. Есть поверье, что лица, точнее выражение лица сфинксов меняется в течение дня. Утром оно благодушное, а к вечеру становится зловещим. Причем многие пытались увидеть этот момент смены настроения сфинксов. Ну и, конечно, если сюда прийти, посмотреть ему в глаза, или даже попробовать дотянуться и погладить, он станет вашим покровителем, и все ваши желания сбудутся. Ну, можете поэкспериментировать. В Петербурге можно найти еще сфинксов. Например, на Воскресенской набережной возле тюрьмы Кресты есть скульптура. Этот памятник создал скульптор Михаил Шемякин. Он разделил лицо на живую половину и оголенный череп. Тем самым автор хотел показать трагическое разделение советского народа. Это памятник жертвам политических репрессий. На Свердловской набережной тоже есть свои сфинксы. Там находилась усадьба Кушелева безбородка. Возле воды установили скульптуры сфинксов. Но в 19 веке они были утрачены. И восстановили их уже только в веке 20-м. Кто пойдет на Каменный остров, тот увидит сфинксов и там. Это сфинксы, которые имеют непосредственное отношение к египетскому мосту. Дело в том, что на заводе Берда изначально изготовили две тестовые пробные скульптуры. Их не стали устанавливать. Не очень долгое время хранились на заводе на складе. А позже их купил купец Галактионов. Он поставил их возле своего дома на Верейской улице в Семенцах. Несколько позже и сфинксы, и купец переехали на Можайскую. И в 60-е годы 20 века их установили здесь, на Каменном острове. Гуляя просто по улицам города, можно тоже найти кое-что египетское. Дом на Захарьевской 23, вот этот дом, знаменитый египетский. Он был построен гораздо позже волны египтомании в Петербурге, в начале 20 века, когда уже в моде господствовал стиль модерн. Но с использованием элементов соответствующей символики. Его построил архитектор Сангайло для Ларисы Нижинской. Это жена известного в то время в Петербурге юриста. Он очень богато украшен в египетском стиле. Например, на капителях колонн, вот там, лица богини любви. А вот эти вот атланты созданы в виде египетского бога Ра. Над головой у него солнечный диск, который обвивает священная кобра. А в руках у них находится символ под названием Анг. Это ключ от Нила. Несмотря на столь богатое украшение, это был обычный доходный дом. Позже здесь размещалось посольство Румынии и Бельгии, а также издательство журнала «Искусство Ленинграда». Помимо красивого фасада, здесь и парадные сделаны в египетском стиле, и даже украшен довольно неплохо внутренний двор. Что нетипично для внутренних дворов в Петербурге, потому что обычно там располагаются совершенно простые флигели без каких-либо украшений. Вообще в Питере есть немало домов, на которых можно найти египетскую символику, ну хотя бы минимально. А вот на Петроградке есть еще как минимум два дома, сделанные в этом стиле. Дом на Зверинской, 31, это модерновый дом, построенный архитектором Никоновым, доходный дом Грибкова, тоже украшен египетской символикой. При этом сам архитектор Никонов больше известен постройкой дома в неорусском стиле на Колокольной улице, такой себе пряничек. И еще один дом, находится он на Большом проспекте Петроградской стороны, 65. Его построил архитектор Барановский, только не путать с тем Барановским, что строил Елисеевский магазин, это два разных архитектора. Это тоже модерновый дом с использованием египетской символики. Ну, что еще египетское можно найти в Петербурге? Если будете в Павловске и пойдете там в музей, то посещение дворца начнется с египетского вестибюля. Изначально его проектировал и создавал Камерон. Но в 1803 году в Павловском дворце произошел сильнейший пожар. И восстанавливать интерьеры, воссоздавать их, было поручено архитектору Воронихину, тому, что Казанский строил. В то время как раз в моде господствовал египетский стиль и увлеченность Воронихина всем египетским отразилась в облике этого вестибюля. И в целом для Павловского дворца он создавал мебель. Там тоже есть элементы стиля. В вестибюле располагается 12 статуй по кругу, над ними знаки зодиака, символизируют 12 месяцев года. У каждой статуи атрибуты сельскохозяйственного труда, которые символизируют занятие человека в конкретный месяц года. На самом деле эти статуи гипсовые и окрашены они таким образом, чтобы имитировать темную бронзу. Если хотите получить еще порцию чего-нибудь египетского, идите в Эрмитаж. Тут все для вас. Отдельный, довольно масштабный зал Древнего Египта. Впервые он был создан в Эрмитаже перед войной в 1940 году. Тогда артефактов накопилось уже достаточно много и требовалось сделать отдельную экспозицию. Вместо главного буфета Зимнего дворца и создали этот зал. Здесь много всего интересного. Можно увидеть и статуи, и разнообразные саркофаги, предметы быта, предметы прикладного искусства, посуду, украшения, много чего еще. Но, естественно, самый интересный экспонат египетской коллекции, который привлекает абсолютно всех, кто попадает в этот зал, это мумия жреца. Хотя, на самом деле, мумий в Эрмитаже хранится несколько. Этим, то, что я назвала, вам перечислила, не ограничивается список египетского в Петербурге. Опять же, в том же Эрмитаже хранится часть египетского сервиза, который подарил Наполеон Александру I после заключения Тильзитского мира. Ну, или, скажем, если пойти на Лиговский проспект, то можно найти дом, где над входом изображен символ Бога Ра, символ Солнца. На этом у меня на сегодня все. С вами была я, Ира, гид в шляпе. В описании к этому видео есть мои контакты, так что пишите, звоните, приходите на экскурсии. Большое спасибо за внимание. Всем пока!